электромобиль дельфин его запуск комплектация поставки и настройки с тыльной стороны в нижней части электромобиля есть панель управления кнопка питания общее включение кнопка включения отключения подсветки гнездо зарядки гнездо для сервисного ключа верхняя кнопка не используется динамик для воспроизведения звука под рулем управления есть информационная панель с таймером времени после запуска с уровнем заряда аккумулятора и кнопками настроек в комплект поставки будет входить блок зарядки пульт для запуска сервисный ключ шестигранный ключ для доступа к блоку и другой электроники для настройки электромобиля нам потребуется сервисный ключ вставляем его в разъем включаем питание далее переходим к панели настроек верхние кнопки на панели управляют значением настроек добавляя или уменьшая и вторая кнопка под плюсом с ее удержанием выводит на нижнее табло скорость электромобиля которую можно понижать или добавлять обратите внимание что это значение не в километрах а в неких единицах деления самого электромобиля повторное нажатие на вторую кнопку выводит обратно четвертая кнопка начиная от плюса под маленьким табло с удержанием выводит настройку таймера времени где мы можем уменьшать время или добавлять его оставим на пяти минутах повторное нажатие выводит нас в меню настроек дальше кнопка под минусом с ее удержанием злительным выводит на нижнем табло настройку звука электромобиля которую можно понижать или же повышать оставим на 15 повторное краткое нажатие возвращает нас к настройкам третья кнопка используется для настройки синхронизации с пультом базово комплект поставляется уже настроенный пятая шестая кнопка не используется для запуска электромобиля возвращаемся к задней панели нажимаем кнопку питания и кнопку подсветки запуск можно провести как с помощью сервисного включа вставив и вытащив его из разъема так и с помощью пульта управления отчет времени пошел для управления автомобиля используется педаль под правой ногой пассажиром руль управления для поворотов с правой стороны кнопка сигнала с левой стороны кнопка отвечает за включение заднего хода идет звуковой сигнал и при нажатии на педаль электромобиль поедет назад при запуске электромобиля играет стандартная заводская мелодия которую можно заменить для этого берем из комплекта шестигранный ключ и откручиваем болты на сиденье 1 2 под сиденьем находится блок управления для смены звука нам потребуется носитель типа микро блок управления крепится на двух винтах которые я скрутил заранее на торце есть разъем куда мы подключаем наш носитель до щелчка сиденье устанавливаем и закрепляем болтами было всталом всталом Продолжение следует... Продолжение следует...